Итак, всем привет! Сейчас я для вас сделала специально какой-нибудь другой обзор сзади. Ну и хочу немного рассказать, как же, может быть, кто-то первый раз заводит литочек. И я вам хочу рассказать, как же пользоваться всеми вот такими вот кормовыми средствами, а также сепием. Я узнала очень много информации, поэтому сегодня я у бабушки создам еще одну тетрадочку. И в этой тетрадочке будет написано только все про улетеночков маленьких и про яиц, как за ними ухаживать. Вот. И потом, если мне надо будет, я это все перепишу либо в свой блокнотик, либо оставлю эту тетрадочку именно для маленьких улетяток. А вот. К нам уже приехали гости с детьми. Вот. Но так как я их знаю, но с этими детьми не очень сильно дружу, поэтому я решила для вас лучше заснять. Правда, это все кормовые средства, какие у меня пока что есть под рукой. Эти кормовые средства, их можно использовать ежедневно для улиточек, смотря когда вы кормите улиточку. Если вы кормите свою улиточку раз в день, и вашей улиточке не хватает кальция, вы просто покупаете своей улиточке. Вот такую сепью. Когда ей надо будет кальций. Вот. Когда улиточке нужно будет кальций, либо она просто что-нибудь захочет покушать, она поползет и покушает этот сепью. У кого попугаи? Насчет попугаев вам ничего сказать не могу, потому что когда у меня были три попугаи, я еще была совсем маленькая, у меня даже не было еще этого ютуб-канала. Вот. Для попугаев эта вот штучка железненькая и создана. А когда вы даете улиточке в эту железную штучку, просто с той стороны, ее просто абсолютно аккуратно снимаете. В принципе, она не так глубоко засунута, но просто аккуратно, чтобы сепь не покрошилась. Так, насчет сепи я вам расскажу. Под конец уже, вот, насчет вот этих вот кальций. Смесь. Как же их давать? Может быть, у первоначальных заводчиков, которые еще не знают, как ими пользоваться, я вам расскажу и покажу. Когда приду домой, конечно же. Вот. Эти кальции. Я очень хорошо знаю, как им пользоваться, так как я практически не самая первая заводчица этих улиточек, так как у меня две улиточки, и совсем скоро у меня их будет пять. Я у Тани из канала Фьюсти, и я у нее возьму три яичка улитинов. Так, вот. И я их буду выращивать на именно вот этом кальций-смеси. Я ради своих улиточек покупаю разнообразные эти кальций-смеси. Вот. Насчет овощных и фруктовых чипсов с витамином. Я, конечно же, им куплю, но зимой. Так как у них сейчас есть достаточно еды, я им не хочу всю эту еду еще разбавлять какими-нибудь там фруктовыми или овощными кальциями. Их я куплю зимой, может быть, даже ближе к Новому году, чтобы им устроить очень красивый Новый год. У них будет на Новый год фотосессии. Я уже придумала несколько шаблонов. И, конечно же, я для этого куплю несколько гирлянд, чтобы для них сделать очень хорошую фотосессию. Выложу это в Инстаграм. В Инстаграм ссылочку я оставлять, скорее всего, не буду, а там посмотрю. В общем, я остановилась на том, что я вам хочу рассказать вот об этих двух практически разных кальций-смеси, но стоимость у них одинаковая. В обзоре этих кальций-смеси я рассказала, сколько они стоят и почитала немного, что написано на заднем шаблоне. Но здесь есть еще и сбоку. Я там почитаю состав вот этого минерального подкорма. Это минеральная подкормка для улиточек, витамин С. Здесь написано все, что есть. Также сзади все есть и по бокам весь состав. Итак, продолжаем дальше. Просто гости заходили на кухню. Вот, продолжаем дальше. Конечно, я не помню, на чем мы остановились. Вот. Но продолжу то, что я уже придумала. В общем, вот эти два кальций-смеси, так называемый мелкоромовой, но мне уже привычнее называть кальций-смеси, поэтому я ее и называю кальций-смеси. Все профессионалы уже знают, что такое кальций-смеси. Даже продаются мелкоромовой. И так, сейчас я вам хочу продемонстрировать именно вот этот, так называемый, кальций-смеси, минеральная подкормка, кому как удобно. Я вам хочу ее сейчас продемонстрировать. Вот, так как с этим более-менее некоторые люди знакомы. И так уже полупрофессионалы. Ну, а с этой подкормкой, может быть, даже еще никто и не знаком. Может быть, просто не знаю, как им пользоваться. Вот, и поэтому боятся ее покупать. Скажу вам сразу. Цена, что у этого, что у этого, практически одинаковая. Вот, и, в общем, использование практически тоже. Состав, сказать вам точно. В общем, хочу вам сейчас почитать состав. Просто я читала. В общем, состав у обычного кальций-смеси, несмешанного. Вот этого именно. 100% мелкоромовой. Хранить в темном, сухом, прохладном месте. То есть здесь особо такой состав хороший, но просто его здесь не написали. В интернете можно все найти. Вот, ну, а у витаминного кальций-смеси здесь состав более лучше разъяснен. Потому что это просто белый, и здесь 100% мелкоромовой. Вот, с какими-то немножечкими добавками. Но, если вы открываете пакетик, и там ничего нету, то просто добавки там... Сказать вам честно, я вот читала, что у таких магазинных, и свои, если вы сделаете, они одинаковые будут белые. Вот. Но в этом кальций-смеси, именно вот в этом кальций-смеси, там и каша, и все на свете. Тоже это все перемалывается, добавляется в этот кальций-смеси. Конечно, не знаю, это было так раньше, сейчас я не знаю, как это все делается. Итак, сейчас вам будут делать вот на этот кальций-смеси обзор с витаминами. Состав. Мел, минеральная мука, ракушечник. Хранить в темном, сухом, прохладном месте. Сурогодности здесь нету, так как это ни жидкое, ни густое, ни какое-то там еще эффектное какое-нибудь там вещество. Это самые простые кальций-смеси для улиток. С этих кальций-смеси у ваших улиточек будет сформирована хорошо, крепко и красиво ваша раковина у вашей улиточки. Без разницы, какая порода вашей улитки. Если у вас там альбина, ахатина, есть другие разные породы, есть и виноградные улитки, есть и ретики, есть и макулята, есть все просто. Вот у меня порода улиток, это и макулята. Другие породы улиток мне хотелось бы завести, но в нашем городе они нигде не продаются. Практически даже имакулят нигде у нас в городе не продают. Вот одну я женщину нашла и взяла вот этих двух замечательных имакулят. Вот. Я их взяла из очень плохих условий, так же, как и Таня. Таня из своих улиточек спасла тоже из плохих условий, так как вы знаете, что у нее, кто ее долго смотрит уже давно, у нее с раковиной было и сейчас все плохо, но она, надеюсь, попытается как-нибудь вылечить, хотя это вылечить вообще невозможно. Вот. Также продолжаем. На Новый год я обещать, конечно, не буду. Посмотрим, как будут дальше обстоятельства. Загадывать раньше времени не будем, но на Новый год я им обязательно своим улиточкам куплю и фруктовые чипсы, как я их называю, чипсы, вот, и овощные. Там тоже есть кальций, мы все с продавщицей объяснили, разъяснили, все, она мне все рассказала, показала. Также, может быть, кто-то сомневается, что я плохая заводчица, может быть, а еще хочу вам сказать, сейчас вернемся к предыдущей теме, я еще хочу вам сказать то, что... может быть, кто-то сомневается, то, что я очень плохая заводчица, поэтому я не открываю комментарии с того, что у меня могут... много таких есть людей, которые могут просто сидеть в комментариях, все это читать, а потом просто меня банить, то, что я плохая заводчица улиток, я им сразу же с рождения не купила эти кальции, ребят, я поступила очень правильно, потому что я не знала, как ими пользоваться, я не знала, для какого роста они подходят улиточкам, кстати, сейчас прийдем к этой теме, вот. Я не знала, как им пользоваться, сколько, в каком количестве его давать. Я с рождения моих улиточек, я не знала, что им надо еще давать сепию. Я смотрела Джесс Лайф Пэтс канал, очень хороший, я только ради этого канала захотела этих улиточек, после меня захотела Таня из канала Фьюсти. Вот. А после нас с Таней захотела моя подруга Снежана из канала Едино Кристалл, но она туда ничего не снимает, так как я поняла ситуацию, что ее просто заблокировали. Итак, вернемся к теме, которую я вам хотела еще рассказать. Этот кальций дается в любых, просто абсолютно в любых количествах. Конечно, много и целый пакетик засыпать не надо. Вот. А еще что я вам хотела сказать, вот это очень познавательное видео, для вас особенно. Если вы, у вас есть улиточки, вы не знаете, как пользоваться именно вот такими двумя кальциями, лучше сразу не покупать. Расспрашивать у разных продавщиц на Юле, на Авито, они там все знают. Вот. Либо почитать в интернете, что такое минеральная подкормка, либо мелкормовой, как им пользоваться. Запишите все на листочек, как я сегодня буду делать вечером. Конечно, не именно по этой теме. Вот. Все вам покажут, все расскажут, все там можно просто посмотреть. Интернет, это реально просто такая помощь. Вот. И до того, как мне купить вот эти два кальций смеси, я сначала почитала, посмотрела, просмотрела, все узнала, в интернете. В интернете мне очень много людей показывали именно в два вот таких кальций смеси, так как они очень популярны, в разных странах большей частью распродают вот эти, но для улиточек полезны эти оба два. А еще улиточкам необходимо, конечно же, просепью, а то вдруг кто-нибудь скажет, что я про нее забыла. Нет, нет, ребят, сепью, она тоже очень полезна, и все эти три минеральных вещества, которые я вам сегодня на этом видео показываю, это именно вот эти вещества, которые необходимы для улиточек с рождения. Маленьким улитятам в первую неделю не обязательно покупать сепью. С рождения улиточек им обязательно надо давать вот эти кальции. Не обязательно давать им вот этот. Вы вообще можете забыть про этот кальций, так как вы тоже можете сделать просто или купить вот этот кальций и добавить туда обычный ракушечник. Но если вы сомневаетесь, что у вас получится все хорошо, все отлично, все нормально, чтобы улиточка ее кушала, лучше, конечно же, купить сразу вот этих два. Вот этот кальций в смеси вам всегда поможет, если у улитки есть какая-то очень большая травма на ракушке, панцире, не знаю, как вы все называете, я, в принципе, называю это ракушкой, иногда панцирем, как вы могли заметить. А вот, вот этот минеральный кальций, еще раз повторяю, нужен для улитки всегда и в любом возрасте. Если у вас нет возможности купить именно вот эти, а также сепью, все эти кальции можно сделать самим, кроме сепью, конечно. Так, про сепью мы пока что забываем. Вот этот кальций, он, еще раз повторяю, улитке нужен с рождения. Если вы хотите себе здоровую, красивую, мощную улиточку, а также, чтобы они еще и спаривались, когда у вас улитки две, они именно спариваются. И эти две улиточки спариваются. Если улиточки спариваются, могу вам сказать, одна из них должна быть беременная. То есть, улиточки спариваются. Либо они сразу беременуют вместе, либо одна из них. Так, вроде бы это все нормально. Еще вам хочу сказать про улитят. Про улитят, наверное, очень много вопросов, так как у меня было уже такое видео, мое утро, там я почти под конец начала рассказывать про улиток. Но так как уже все такое пошло, в этом видео я вам расскажу, как же, просто вот, просто вот, что я начиталась пока что, и что я вообще знала, и это все правда, как ухаживать за яйцами улиток. Это, первое, вот у вас есть улиточка, или яйца улитки. Давайте сначала расскажем про яйца улитки. Вот вам, или вы, вам подарили, или вы купили яйца улитки. Вот они, просто к примеру. Вы их три дня можете не кормить. Как это так? То есть, когда улитка вылупится из яйца, то есть улитенок вылупится из яйца, очень маленький, очень крошечный, вот, если он вылупится из яйца, его можно не кормить, два дня. Он будет кушать свою же шкарлупу от яйца. То есть, ее можно и выкидывать, и я буду, в принципе, когда они у меня вылупятся, я буду их оставлять, чтобы они кушали. Вот. Извините, ребятки, просто папушка. Итак, буду разговаривать погромче. В общем, два дня улиток можно не кормить, если у них есть шкарлупа от их яиц. Вот. На третий день вы посмотрите, если у них есть та же шкарлупа, то можно ее не кормить. То есть, на третий день у вас будет возможность их покормить. Так как улиточкам надо нарезать очень тоненько, просто очень-очень приочень тоненько. Я когда пошла к бабушке, вот, я наложила своим улиточкам три кругляшка морковки и четыре кругляшка огурчика. Посыпала немного кальцием, прям уголочек. Не вот этим, не этим. Вот. Я как бы им ничего не сыпала, я им посыпала тот старый кальций. Конечно, я когда завтра приду домой, я тот кальций просто выкину. Вот. Оставлю немного в пакетике для пробы. Может быть, улиточкам моим маленьким понравится. Ну, либо куда-нибудь это мне пригодится. Насчет сепью. Почему вы у меня уже давно не видите сепью? Сепью вы у меня уже давно не видите, потому что когда арбузику было четыре месяца, так как ему сейчас пять месяцев уже, вот, совсем скоро не могут с лунтиком спариваться. Вот. Ладно, не суть. почему вы у меня не видите давно уже сепью? Так как, когда было арбузику три месяца, я ее помыла первый раз, хотя я читала, что ее мыть не обязательно, так как месяц сепью не продержится. Вот. Но мои улиточки, я знаю, что они любят сепью, они ее активно кушали, так как когда я ее выкидывала, я когда ее выкидывала, мне ее было не очень жалко, потому что там оставалось немного. Вот. Итак, рассказываю дальше. Сепью вы у меня не видите давно, потому что я ее выкинула из-за того, что я ее мыла несколько раз в месяц. Вот. И вообще сепью мыть не надо, потому что... Почему я ее выкинула? Потому что она у меня в какое-то время начала плеснить, очень невкусно пахнуть, поэтому если у вас сепью очень грязная, никогда, ни в коем случае ее не мойте. Пусть она у вас будет грязная, неопрятная, но никогда ее не мойте. Вы просто так тратите деньги на эту сепью. Хотя в некоторых городах сепью есть и дешевая, и дорогое. Если вы покупаете качественное и дорогое сепью от фирмы Трикси, как у меня было первое, я на это делала обзорчик, вот, переходите ниже в мой канал, ниже, и там вы увидите обзорчик на мохсфагнум и этой сепью от фирмы Трикси. Но так как мне продавщица сказала, что вот этот сепью, он даже чем-то похож на Трикси, поэтому я решила купить. Улиточки любой будут фирмы сепью, самое главное, чтобы им хватало кальций. Итак, проходим дальше. Когда мне привезут вот эти кальции, только они будут не в коробочках, надеюсь, вот, я, конечно же, вам засниму распаковку, как я буду распаковывать это все, вот. Потом я в своем контейнере сделал еще вентиляции, заклеила ту самую трещину и сделала вентиляции. Получилось у меня на крышечке вентиляции и с другой стороны внизу я сделала 4 вентиляции, так как у меня сверху 4 вентиляции, то есть сбоку контейнер сверху 4 вентиляции и снизу 4 вентиляции. Вот. Насчет того еще вам что я хотела сказать, на этом я сейчас уже закончу. Вот, насчет того, что я вам еще хотела сказать, это почему я не купила Моксфагнум? Потому что я спросила в самом хорошем зоомагазине дофламинго, спросила у вас есть Моксфагнум для улиточек? Она мне показала опять тоже, но она говорит то, что он очень плохой, он не подходит для улиточек, поэтому мы завтра с бабушкой опять же поедем в город, опять заедем в этот зоомагазин, вот, и если там будет Моксфагнум, именно коричневого волокна, вот, я возьму два пакетика, смотря по стоимости. Если он будет очень дешевый, я куплю, конечно же, на все свои деньги, которые у меня остались, а также мы сегодня с бабушкой были на рынке и увидели пушистого, пушистенького, маленького мальчика-котеночка, и завтра мы поедем его, скорее всего, забирать. Конечно, запросим приучили вам к лотку, вот, ну, мы, конечно же, посоветуемся сначала с мамой, ну, если мама ответит, что мы его берем, то значит, мы его берем. Обещать вам не будут, я вообще про этого котенка не хотела говорить, но так как уже все на это пошло, я вам сказала. Всем пока, поставьте лайк, нажимайте на колокольчик, так как я именно для вас стараюсь, снимая эти влоги. всем пока, подписывайтесь, ну, а вы переключайтесь на мои следующие видео, ну, вместе с этим видео я выложу те видео, как мы украшивали с бабушкой весь дом. Всем пока, до новых встреч, ждите от меня еще много видео.